так всем привет привет мы уже вроде бы пошли в эфир приветствую зрителей приветствую вас геннадий на своем канале приветствую пресс будем разговаривать сегодня о либертарианстве особенно тема актуальна вот милей у нас набирает обороты трамп выступал перед съездом либертарианцев не очень он им понравился либертарианцы все время между собой ссорятся не могут определить кто настоящий либертарианец кто не настоящий либертарианец ну и вам тогда вопрос что такое либертарианство чтобы понимать кто настоящий либертарианец кто нет кто приверженец от истинного либертарианства но дело в том что столько работ классических уже есть по либертарианству что когда ознакомишься с ними, то ты понимаешь, что имеют эти классики в виду под чистым либертарианством. Но так как мы живем в мире, в котором ничего чистого не бывает, не бывает чистого фашизма, чистого социализма, коммунизма, и то же самое чистого капитализма, то же самое с либертарианством происходит. Когда начинаешь адаптировать его в политическое движение, в партию, ты сталкиваешься с огромным количеством ограничений. Ну, потому что надо подстроиться к народу, чтобы тебя понимали. Тут с одним словом либертарианство куча проблем. То есть попробуйте народ еще заставить его выговорить. Многие там много тратят на то, чтобы понять это. И оно стало такой пугалкой непонятной какого-то анархизма. То есть считается, вот многие люди считают, что это жизнь без налога, вообще без государства, делать, что хочу, и как-то оно будет. И больше это похоже на Махновск. Хотя либертарианство, с моей точки зрения, оно указывает на самодисциплину и очень жесткие ограничения. То есть непрекосновенность частной собственности, права и свободы людей. И, в принципе, здесь есть широкое поле для маневров. И мне кажется, что люди, те, которые ссылаются все время на работы классиков, а всех остальных называют вульгарными либертарианцами или неграмотными либертарианцами. Я вот отношусь к категории неграмотных либертарианцев. Почему? Потому что, ну, во-первых, я не сильно вдавался в подробности либертарианских учений классических, потому что они и сами между собой здорово ссорятся и спорят. Но сам дух либертарианства, свободы, то есть более свободного капитализма, он в меня впитался, потому что я в 88-м году зарегистрировал первый кооператив в Днепропетровске. Я ощутил на себе эту самую свободу. То есть очень низкое налогообложение тогда было, ну, 2% был налог и все. Все остальное оставалось. И свободу предприятия я ощутил на себе, как мы все, не имея навыков капитализма, становились состоятельными капиталистами. И прошло время, когда я столкнулся с тем, что партию делать, я очень опасался самого слова либертарианства, ну, потому что его не выговаривает и не понимает народ. То есть для партии оно вообще не подходит. Называть партию либертарианской – это сразу обрекать ее на проигрыш. Поэтому нужно было искать формулы, которые отражают дух либертарианства и адаптированы к Украине. Потому что я понял самое главное, что, ну, нету двух одинаковых систем налогообложения в мире. Каждый там все что-то придумывает. Есть какие-то направления. Ну, то есть больше отдавать государству или меньше отдавать государству. Больше оставлять ли у людей денег или меньше. Из этого, в общем-то, и вызвала концепция ограничения государства. Ограничение государства – это значит государство ограничить финансово. То есть я исхожу из того, что 5% с покупок государству хватит. Вот и все. А дальше на эти 5% можете министерство культуры содержать, можете другие министерства содержать. Только у вас денег на это все не хватит. А значит вы будете ограничены финансами, будете распоряжаться только 5% этих денег. И 10% социального налога. И для меня стало понятно, что 5-10% – это хорошая формула для объяснения. То есть фактически это мем – либертарианство в Украине. Ну, конечно же, все либертарианцы выступили против. Потому что одни говорят, вообще не должно быть налогов. Другие говорят, должны быть какие-то другие налоги. И так далее. И начались эти безумные споры. Но из украинских либертарианцев никто не умудрился зарегистрировать хотя бы партию. Хотя бы какое-то движение. А когда я решался на это дело, я понимал, что политическая партия убьет меня как бизнес-тренера, как бизнесмена. То есть потому что любой человек, который возглавляет партию, уже априори к нему нет никакого доверия. Он жулик, он рвется в парламент. Короче, он хочет просто власть. И таким образом, постепенно адаптируя либертарианские идеи на украинскую почву, я пришел к очень простым формулам и начал это называть совершенно по-другому. Финансовый рай. Украинцам нужен финансовый рай. Я начал больше использовать библейских и евангельских высказываний. Вот откуда это взялось. Финансовый рай. И в финансовом раю я могу себе представить страну, в которой живут люди, у которой экономические границы открыты, где переброска товаров через границу 5%. Завозишь товар, плати 5% от стоимости. Вывозишь товар, плати 5% от стоимости. На сегодняшний день, кстати, 34% завоз товаров. А дальше 5% с покупок тоже понятно. 10% социального налога, ну такой подоходный налог, тоже понятно. То есть самое главное, чтобы это было абсолютно понятно и ясно. Вот вы будете сколько угодно объяснять либертарянство и не объяснить. Но когда я говорю, вот я лечу в самолете, это давно я уже придумал, со мной рядом сидит иностранец, и он говорит, а какая у вас налоговая система, я хочу куда-то инвестировать денег. И я ему спокойно рассказываю. Попробуйте сейчас рассказать. Вот с вами летит человек, он у вас спросит, какое у вас налогообложение? От чего? А вы ФОП или не ФОП? Процентов, да, да, да. А вы большое предприятие или малое предприятие? А вы государственное предприятие или не государственное? А вы вообще, есть еще специальные режимы? А есть еще какие-то режимы? А вы в сельской местности живете или не в сельской? Короче, мы понимаем, что это абсолютно запутанная, бессмысленная система для выкачки взяток с людей. Но когда я мысленно объясняю идею 5-10, говорю, покупаешь, платишь 5%. Все. Покупаешь, платишь 5%. Получаешь, платишь 10%. Я имею в виду заработную плату или доход. Что непонятно. И самое интересное, я столкнулся с тем, что многие эксперты, они реально не хотят понимать. Простой. Я говорю, что непонятно в формуле? Покупаешь, платишь. Он говорит, вот либертарианство, подожди, подожди. Брось это либертарианство. 5% покупаешь, платишь. Что непонятно. И начал на уровне забивания гвоздей повторять это все как попугай на всех средствах массовой информации. Ну, из-за этого только нажил кучу неприятелей. Со мной перестали спорить. Ну, потому что оспаривать эту безумно простую идею весьма проблематично. Потому что все выглядят глупо. Что значит сказать, я не понимаю, что такое покупаешь, платишь. То есть это невозможно. И поэтому я бы не рассматривал либертарианство как теорию, а как дух. Это абсолютно свободный капитализм, со свободным рынком, где людям предоставлена возможность бесконечно много зарабатывать на своей земле. При этом государство должно быть очень сильное. Потому что если не заплатил 5% с покупок, а их взимает продавец и перечисляет в государство, то у тебя сумасшедшие штрафы и поражение права. То есть на самом деле это минимальное государство, которое существует на этот 5% налог. И очень сильное государство с минимальными функциями контроля. Геннадий, а вот в тему теперь вопрос. Если мы вспомним Соединенные Штаты Америки, конец 18 века, начало 19 века, когда государство у них еще не облагало настолько налогами свое население, и все было как-то легко и понятно, развивался стремительно капитализм. Но со временем, то есть это было вот это, скажем так, маленькое в размерах ограниченное налогами, суммами государства, но со временем оно начало разрастаться. И сегодня мы видим, да, уже насколько это государство, хотя это уже повтор, это уже был пройденный этап в 2020 году, когда оно наваливает такие налоги, неподъемные для населения, и разрушает экономику. Все потому, что у этого маленького даже государства была власть поднимать эти налоги. Вот что делать вот с такой ситуацией? Как останавливать рост налогов? Проблема налогов заключается в том, что если вы богаты, у вас богатое общество, а ВВП Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день больше 60 тысяч долларов на душу населения, у вас возникает очень богатый класс специалистов, то есть менеджеров, которые работают на крупные компании. Фактически Соединенными Штатами управляют корпорации. И по большому счету малый и средний бизнес здесь вымирает потихоньку, потому что любой специалист корпорации получает сотни тысяч долларов, и он имеет возможность вести уже бизнес, инвестировать в землю, покупать акции, то есть у них есть куда вкладываться. И поэтому это сложившееся условие, основа их складывания появилась из-за того, что изначально американцы были богаче европейцев. То есть они на самом деле разбогатели в 18-19 веке, а в 20-м уже перешли как корпорации работать на весь мир. И пока они в мире расширяют свое влияние, условно говоря, они контролируют доллары, и пока эти доллары увеличиваются в объеме, обслуживают экономику мира, у них идеальная система. Это идеальная инфраструктурная страна для тех, кто хочет зарабатывать большие деньги при помощи корпоративного бизнеса. Отсюда хорошее образование, отсюда очень узкие специалисты, и отсюда непомерные зарплаты этим специалистам от корпораций идут. То есть потому, что они высокопроизводительные. Поэтому это сложившееся, но основой, чтобы стать Америкой, надо пройти Америку 19-18 века. То есть вот то, что предлагается Украине, на 40 лет ввести систему 5-10 либертарианскую и 40 лет дать людям разбогатеть. Потому что за 40 лет реально мы должны выйти на ВВП где-то 2 триллиона долларов. На сегодняшний день у нас 200 миллиардов. То есть мы должны увеличить экономику в 10 раз. И это единственный способ. Потому что в мире нет примеров, чтобы вот была бедная территория, вы пришли туда, обложили налогом эту территорию с людьми, и они чтобы разбогатели. Такого вообще нет. И не было никогда. Каждая страна проходила свой период или при помощи колоний обогащала себя, как Франция свозила с колонии всё, или Великобритания, или они какой-то период были без налога. Вот шведы, которых мы очень любим, и я считаю нас буквально потомками шведов, их культуры, они до 1972 года имели налог 10%. И до 1972 года они стали богатейшей страной мира. В 1972 году они приняли корпоративные налоги сумасшедшие, которые иногда их больше 50% составляли, а там даже как-то подсчитала писательница, что она заплатила налогов больше, чем заработала. А какой смысл мне дальше писать? Это, которое про гусей писал. Мальчика, который путешествует на гусях. Ну а бывший премьер Швеции выступает в Киеве, на Крымском форуме, который организовал Пинчук для всех олигархов он обычно. Все олигархи и министры сидят на этом форуме ялтинском. И он выступает, он говорит, не повторяйте так, как шведы сейчас делают. Повторяйте, как шведы делали до 1972 года. Потому что до 1972 года мы стали сказочно богатыми, у нас был нейтралитет, мы разбогатели и приняли у себя высокие налоги. После того, как в 1972 году были приняты высокие налоги, ни одна компания уже не регистрировалась у шведов. Они вышли за пределы. И шведы хорошая страна инфраструктурная. То есть там удобно жить, их все устраивает. Они соглашаются на такие налоги. Там бесплатная медицина, они счастливы, их все устраивает. Но весь бизнес они ведут за рубежом. У нас же другая ситуация в Украине. У нас в Украине нет денег. Вот когда ты исходишь из объяснения людям, ребята, у нас нет денег. Что делать? Надо, первое, затянуть деньги на территорию Украины. Когда вы затянете деньги на территорию Украины, у вас будет и работа, и бизнес. Это как людям я часто советую. Не ищи работу, потому что ты найдешь работу, не факт, что у тебя будут деньги. Не ищи бизнес, потому что ты откроешь бизнес, не факт, что у тебя будут деньги. Ищи сразу деньги. Если найдешь деньги, у тебя будет и бизнес, и работа. Вот так и для страны. Нам надо затянуть на территорию Украины капиталы мира. И для этого исходишь из посыла, что у тебя должны быть самые низкие налоги в мире. Ну, чтобы европеец, француз поехал. У него есть 3 миллиона. Он тоже хочет быстро разбогатеть. О, есть страна, в которой очень быстро растут капиталы. Это Украина. Вот давай туда. И, кстати, сейчас в связи с бомбежками Харькова, я начал возвращаться к программе партии. У нас же написано нейтралитет. И сегодня выходом для Украины как раз и является нейтралитет. А нейтралитет плюс финансовый район – это идеальная жизнь для украинских граждан. Хорошо. Я все равно хочу вернуться к американскому государству. И я не могу сказать, что народ Америки очень счастлив из-за того, что эти корпорации разрослись, из-за того, что налоги увеличились, из-за того, что они пришли в ту историю, которая есть сегодня. Они снова страдают. До Рейгана у них были налоги порядка 70%. И снова это возвращается. Что делать с государством, вот если оставлять ему минимальную власть, поднимать налоги, чтобы оно этим не пользовалось. Потому что, конечно, государство видит, что народ богатеет, и можно поднимать эти налоги. Но вот эта история, ее нужно пресекать, ее нужно как-то пресечь изначально. То есть нужно понять, какую систему нужно установить, чтобы государство не имело вообще права поднимать налоги. Это и есть новая теория сейчас в мире, она вызревает. Это ограниченное государство. То есть, чтобы государство спасти, его надо ограничить. Вот чтобы монархию спасти, это такая идея была там 17-18 века, монархию надо ограничить. То есть власть короля, надо его ограничить. Вот я же и говорю, система 5-10 ограничивает финансами. То есть мы буквально принимаем систему, которая ограничивает государство. Мы не даем государству больше, чем 5%. А если приходит какая-то власть и поднимает, вот говорят, все, нам не нравится 5-10, будет 20-30. Для этого существуют законы конституционные. Если вы конституционно примете на 40 лет систему финансового рая, то в течение 40 лет вы как бы обязуетесь для инвестора и для всего мира не менять систему в течение 40 лет. Вот вам и ограничитель. А когда вы разбогатеете, через 40 лет садитесь, занимаетесь, можете повышать налоги. Более того, я уверен, что богатое государство обречено на повышение налогов. И причина здесь очень простая. Социальные государства все больше начинают защищать низкие слои населения. То есть они тоже хотят бесплатное образование, они хотят бесплатную медицину, но богатое общество может себе это позволить. Вот американцы почему налогами облагают, хотя это миф об американских налогах. Я нахожусь во Флориде, и я здесь плачу налоги. И у меня суммарно он получился где-то 14-15%. Во Флориде нету федерального налога, насколько я знаю. То есть еще самоуправление хорошо работает на ограничение власти федерального центра. И поэтому вместе с либертарианством обязательно должно приходить и мощное самоуправление. То есть буквально нормативно вот эти 5%, которые поступают в государство, они должны быть сразу расписаны по численности населения. То есть если в вашей области, ну, в федеральный центр поступило 5%, а дальше они сразу нормативно распределяются, там, условно говоря, 1% на армию, 1% туда, 2% местному самоуправлению, и все, они распределились. 10% подоходного налога все остаются на местах. И таким образом вы очень хорошо имеете компактное государство, которое не претендует на ваши доходы, но живет на свой процент. Ну, по большому счету, любая компания не тратит больше 50% на управление. Так а почему государство должно тратить на управление больше? Это и есть ограничение государства. Геннадий, можете вы сказать, что самоуправление, это как бы есть, ну, основной компонент или элемент в этом ограничении государства? Что без самоуправления невозможно его все-таки ограничить? Наверное, невозможно. Все-таки местные элиты, они всегда больше должны озабочить своим. Соединенные Штаты Америки, они же показывают, что вся их конституция, которая основывалась фактически либертарианцами и на либертарианской основе, хотя, наверное, тогда такого слова особо и не выговаривали, но они были либертарианцами. И они заложили в Конституцию те нормы, которые спасают на сегодняшний день Америку, оставляя как раз самоуправление. У них некоторые законы существовали, когда уже вся Америка, допустим, от рабства отказалась. И через сто лет только они смогли отменить законы о сегрегации, которые в 60-х годах, которые были в некоторых штатах Юга. Поэтому у них очень мощное самоуправление. На этом вообще стоит Америка. Она изначально создавалась как конгломерация колоний. И, по сути, штат, это переводится как страна. Это союз стран, которые решили жить в союзе для защиты границ. Там у них много задач стоит. И на сегодняшний день местное самоуправление не позволяет центру часто внедряться на места со своими налогами. Что касается Америки, там лучше выживают республиканские штаты, потому что республиканские губернаторы, они удерживают власть штата и не дают федеральной власти полностью подавить эту власть. А вот демократические штаты, вы там бывали в них, знаете? Что можете о них рассказать? Ну, особенно же демократических штатов, что это высокообразованные штаты. То есть вот Калифорния, например, она всегда за демократов. Я, конечно же, задаю себе вопрос, а почему образованные, ну, обычно высшие университеты, они все демократичны? И Калифорния, самый богатый штат и самый технологически продвинутый, почему-то тоже демократичны. Я задаю себе этот вопрос. Они что, за налоги... Но уже не самые богатые. У них уже там жуткий дефицит бюджета. Они не знают вообще даже, как выкрутиться сейчас. Думаю, они прекрасно знают, как выкрутиться. Но они просто основываются на том, что у них высокотехнологичный продукт. Высокотехнологический продукт требует высокотехнологичной рабочей силы. Поэтому они, вкладывая высокотехнологичную рабочую силу, таким образом добиваются успеха, потому что они могут платить какие угодно зарплаты. У них слишком большой выхлоп идет. Да, они ищут гавани, они ищут, где складывать деньги. Они развозят деньги по всему миру. Это даже выталкивает деньги из Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, вся школа высшая находится именно в Америке, и особенно в Калифорнии. Ну, по поводу университетов давайте тогда затронем тему. Вот мы видим, как все университеты дружно сейчас поддерживали Палестину, антисемитские какие-то митинги, и все как-то было синхронно и очень странно в этих университетах. Как вы думаете, почему? Возможно, это потому, что они финансируются кем-то? Ну, смотрите, университет, допустим, там 6 тысяч студентов, да. Но выходит человек 100 за Палестину. Их освещают во всех средствах массовой информации республиканских. И людям кажется, что, ну, смотри, студенты университета вышли. Да их 100 человек против 6 тысяч. Нет, Геннадий, не то, чтобы все студенты вышли. Понятно, что это вышли какая-то кучка неадекватных активистов. Но то, что эти университеты, руководство, в принципе, позволяет, чтобы это происходило, да. То есть там вот в республиканских штатах, в Техасе в частности, это жестко их разгоняли, этих митингующих. А в демократических были слишком лояльны к ним. Именно руководство университетское. Ну, особенности каждого губернатора, да, они соответствуют населению, которое там проживает. Есть более жесткое население, есть более мягкое население. Но на что вообще заточена американская модель мыслей? На защиту меньшинства. Вот если они посчитали, что Украина – это маленькая страна, на которую напал большой Путин, они всегда будут на стороне маленького. И защищать маленькую Украину. Если они считают, что Израиль подавляет маленькую Палестину со своей военщиной, они будут выступать против этого. И многие будут поддерживать, как раз выступая за Палестину. Поэтому это исходит из ментальности самих американцев. Большинство у них, и всё заточено, государство само заточено, чтобы защищать меньшинства. Они защищают индейцев, они защищают чёрных, они защищают мексиканцев, кого только они не защищают. Они квоты в этих корпорациях вводят, сколько кого должно быть. Они квоты на женщин вводят. У них везде это квотирование идёт. Потому что вся система управления Америкой, она как раз изъясняется на том, чтобы защищать меньшинству, давать ему жить. Вот если вот в Украине мы рассматриваем, как у нас государство относится к меньшинству, оно наоборот, оно возглавляет нападение на меньшинство. Вот то же самое, как с русским языком было. Как только политическое большинство образовалось украиноязычным, они агрессивно себя ведут. Но флагманом в этом во всём травле является само государство. В Америке бы такого никогда не случилось. В Америке бы государство защищало бы меньшинство. Потому что это такая ментальность. Скажите, а какое меньшинство в Америке было реально обиженное, а не создан этот миф о том, что это меньшинство действительно обижают? Ну, индейцев. Специальные резервации. Ну да, но сейчас их уже давно никто. У них целые безналоговые территории, эти резервации. Они этим пользуются очень здорово. Они открывают безналоговые казино в своих зонах. По наследству это передают. То есть на самом деле, смотрите, чёрных тоже защищают. Их там 10% в Америке. А кто их обижает сейчас? А не важно. Важно, что сами чёрные, они будут говорить о том, что их обижают. Ну, то же самое преступный мир, он будет говорить, ой, белый полицейский по нам стреляет, вот чтоб не стрелял. Меньшинство защищается так, как оно защищается. Капризничает, плачет, требует защиты. И государство на самом деле выступает часто на стороне, их даже перегибает. У меня сын заполнял эти формуляры, работая в университете. И он говорит, квоты иногда невозможно пройти. Потому что там написано, кто должен быть. Условно, круглый мексиканец с такими-то мозгами. То есть параметры указаны. По сути, расизм. По сути, расизм относительно белых. В обратную сторону, да. Но это помогает не уничтожать самобытность. Поэтому американцы очень разные. У них и штаты разные все. Разная полицейская форма, разные номера, разные правила жизни. И очень разные люди. Они очень осторожно и терпимо относятся к людям, которые не похожи на вас. То есть вот стада нет. Геннадий, а что делать с тем, что не все оказываются равны перед законом? А это ведь самое главное, скажем так, это база вообще нормального здорового общества. Получается, не все равны перед законом. Вот эта их политика инклюзивности, она делает политика неравенства. Единство и борьба противоположностей. То есть идет борьба. То в одну сторону, то в другую загибается. Иногда бывают перегибы. Профессоров увольняют, потому что они высказались не так, в сторону гендера, допустим. Эти подростки подняли эту тему на предмет. А у меня третий пол непонятно какой. Я вот хочу быть, я девочка, хочу быть мальчиком, чтобы меня называли. И насчет этого начинаются бешеные споры. И тоже задаются вопросы, чего они спорят? Какой-то третий пол, какой-то этот. Собираются целые форумы, задаются вопросы. Кто-то защищает, что только два пола. Кто-то говорит, куча полов, может быть вообще полно. Кошкой могу себя назвать. А ты потом понимаешь, это всего лишь война поколений. То есть молодое поколение так очень хочет отличаться от стариков, что оно начинает себе придумывать какой-то свой язык. Вы знаете, что новое поколение даже язык создаёт свой собственный. Это уже давно замечено, что психологи говорят, что вот молодёжь, которая вырастает в знак протеста, начинает говорить сленгово. То есть создавая новый язык, чтобы старшее поколение их не понимало. Вот то же самое они и в политику привносят. Нечто такое, чтобы их выделило. Ну как ещё выпендриться студенту? Вот будет спорить с профессором насчёт гендера. Геннадий, хорошо. А что делать с тем, что именно на уровне государственных программ детей без разрешения родителей, детям меняют пол? Это же всё-таки не общество между собой спорит, это же государство делает. Опять же, я не представляю, как можно поменять пол ребёнка без согласия. Возможно, единичный случай такой и был. Но мы, когда смотрим на вообще жизнь, я же наблюдаю жизнь американцев. Вы в благополучном штате живёте? Ну, я не живу в Майами, где больше, например, ну вот даже сравнивая, да, там Майами, там больше голубых ходят. Их видно на улице, как они ходят, в чём они одеты в ярком. Там я жил на брикле, там вокруг это половина, наверное. Ну, как мне казалось, что очень много. А когда я здесь хожу, я их не вижу. Ну, в спортзале одного увидел с накрашенными ногтями. Он изображал из себя девушку, тренировался. Вот всё. Кто-то заостряет на этом внимание. Да кому какая разница? Как говорят, в чём правду, в деньгах. Здесь самое главное – деньги. Если у тебя деньги, называйся третьим полом, пятидесятым полом. Если у тебя деньги, будь голубым, чудач. Короче, раскрывайся как личность. И тебя будет государство, и сама система защищать. Хорошо. А есть ли у них деньги? Потому что как раз-таки от американцев, от обыкновенных невладельцев корпораций, я слышу, что с деньгами в последнее время очень-очень всё сложно. Многие работают на двух работах. Смотрите, что происходит в мире. Как американцы управляют миром. Мы вначале проходим хаотизацию лет семь. А сейчас период стабилизации, когда деньги дорогие. Американцы держат дорогой доллар. Американцы, конечно же, мечтают, чтобы у них был дешёвый кредит, чтобы у них был дешёвый бензин. Это два самых главных понятия. На сегодняшний день, вот ждали в этом году, что будет троекратное сокращение ставки ФРС. Это позволит брать кредит не за 7%, а сейчас 7,5%, а, допустим, за 3-4%. И тогда бы американцы массово пошли покупать. Но потом ты понимаешь, подождите, они же думают о мире. То есть на сегодняшний день происходит обезжиривание мира. То есть американцы сделали дорогой доллар, и они его как бы не дают другим людям, ну, другим странам. Потому что он дорогой. Вот смотрите, сравните. Сегодня ставка ФРС в Америке 7%, 6,5%, по-моему, процента. А в Украине кредит 18%, та же самая ставка. То есть, видите, да, в три раза. Когда у американцев будет 3%, у нас будет 9%. Вот эта пропорция, то есть как бы они дают деньги миру через себя. Как только они начнут себе давать дешёвые деньги, эти деньги пойдут на весь мир через корпорации. И мы получим тоже эти деньги. Но мы их получим в три раза дороже. Поняли почему? И самое интересное будет, что за вот этот период обезжиривания, то есть он продлится, наверное, где-то до 28-29 года. У нас и война закончится, у нас там что-то будут, какие-то перестройки. Но у мира не будет денег. То есть люди будут вынуждены продавать имущество, то есть запускать корпорации, запускать какие-то механизмы. А американцы ждут, когда они позволят себе пустить эти дешёвые деньги, и они скупят всё по дешёвке. Вот так работает их экономика. То есть додержать до определённого момента дорогими деньгами, потом выпустить в них дешёвые деньги и скупить. Вот вам и как работает... Вот в 2008 году, мы переживали, помните, кризис финансовый был, когда были ставки там под 12%, а потом резко кредитные ставки оборвались. И всемирный кризис. Только вначале в кризис погрузилась Америка, они сделали дорогими деньги, а потом этот кризис дошёл до третьих стран, и мы вообще схлопнулись. Геннадий, а как вам вообще вот эта история, что они постоянно что-то мутят без нашего разрешения, проводят кризисы, поднимают, понижают эти ставки? Вообще, как вы относитесь к тому, что за нас вот это всё постоянно делают, и мы вынуждены испытывать этот стресс, для того, чтобы какие-то политики поигрались в могущественных? Потому что Америка в 2018-2019 веке стала сказочно богатой, начали создаваться корпорации на этом богатстве. Корпорации, она не работает на Америку. Вот любая корпорация американская, мощная, она не работает на Америку. Она работает на весь мир. И её задача – работать на весь мир. Да, они продают всему миру всё. Это суперпродавцы. И поэтому они могут себе это позволить. Вот когда особенно в Соединённых Штатах Америки, в Нью-Йорке это очень чувствуется, потому что когда смотришь, блин, ну сколько же у них небоскрёбов, этих бизнес-центров. Ну тысячи этих небоскрёбов, и в каждом сидят огромное количество служащих с высочайственными зарплатами, все этажи забиты, они там живут и работают в этих небоскрёбах. И ты думаешь, это только в том случае, если они работают на весь мир. По сути, мир движется всё равно к однополярному миру. Здесь будет один хозяин, и центр его будет в Вашингтоне. Сам Вашингтон создавался изначально, ну уже в 20 веке, как центр притяжения для всех. То есть это столица мира, можно сказать. Сегодня она тоже столица мира. И что бы в мире ни происходило, мелкие войны, как в Украине, это для украинцев, они тяжёлая война с Россией. А для американцев это мелкий региональный конфликт, куда они дают деньги. И не такие большие они дают деньги для Украины, и не так много. И поэтому они ведут самую главную политику. Они должны заботиться о том, что во всём мире был доллар. Ну и плюс евро. Они разрешают. Почему? Потому что это, ну практически это одно и то же. То есть я даже называю это доллар-папа-евро-мама. Вот они двумя этими понятиями, как Сименс, этот самый, Эпл и Сименс, да, как это, телефон второй. Самсунг. Самсунг, да. Они между собой всё время соревнуются. И во всех сферах вот это двойное соревнование, оно идёт. Остальные валюты уже не пляшут. Динадий, кто эти «они»? Это владельцы корпорации, правильно я понимаю? Эти «они», «они». Это сам дух американской экономики. Когда вот с одним руководителем разговаривал здесь, он ругал страшно Обаму. Я говорю, что ты Обаму ругаешь? Я смотрю вот по данным, у вас всё выросло. Ну, экономика. Он говорит, а при чём здесь Обама? Обама к экономике никакого отношения. Вся система жизни, деятельности американцев нацелена на деньги. У них деньги, считай, в Конституции, вот так написано, право на выгоду. И это право защищается Конституцией. И эти корпорации просто нарастают над корпорациями. И они, к сожалению, они убивают малый и средний бизнес. Потому что малый и средний бизнес не может себе позволить столько адвокатов, не может позволить себе нанять действительно специалиста. Вот даже мы здесь ведём бизнес тут мотельный. И мы стараемся работать без людей. И всё время в ужасе, что какой-то житель может подать в суд, и нам надо будет тратиться на адвоката. Малые компании не имеют возможности выживать в этом сложном технологичном мире. А сложный технологический мир, он позволяет скупать самые большие мозги на рынке. Геннадий, ну вот, к примеру, у меня есть хорошая знакомая в Майами, она работает в одной из корпораций. И вот она объясняла, что у них там подняли минимальную зарплату за час для бизнеса. А вот для определённых корпораций не работают то, что работает для всех. То есть есть, по сути, протекционизм, то есть неравные условия для корпораций, которые финансируют чью-то предвыборную или ещё что-то. И всё равно всё идёт из государства. То есть государство создаёт не корпорация, а именно государство создаёт неравные условия. То есть государство убивает малый и средний бизнес, а не корпорации. Корпорации это делают с помощью государства. То есть государство работает на корпорации. Я с ней соглашусь, потому что эти корпорации большие имеют возможность через предвыборные компании поддержку того или иного кандидата выпрашивать себе какие-нибудь льготы. Но для того, чтобы принять этот закон, они потратят кучу денег, опять же, приобретая себе преимущество, но примут закон, и потом будут ссылаться на этот закон, что они могут это делать. Но им надо это проводить через законодательство. Но это для всех. В то же чём особенность? Когда принимается какой-то закон, он не действует для одной корпорации. Он действует для какой-то остроты. Нет, они получаются вне этих законов. Они получают преференции. А нет, они все в законах. Они не могут получать преференции просто так. Они могут кредит получить, они могут помощь государству получить, наверное. Но закон действует общий. У них же, это же, почему эта страна и существует? Потому что здесь ни Байден, ни Трамп не управляют на самом деле. Тут правит закон. Но законом они научились пользоваться, в том числе и для получения выгод. Пользоваться законом. Поэтому у них дохренища этих юристов и адвокатов. И они, как правило, все пытаются заработать на малом, среднем бизнесе по щипателям. Хорошо, давайте тогда, раз вы уже вспомнили Трампа, вспомним его. Как вы относитесь к тем судебным, уголовным делам, которые против него сейчас ведутся? Они соответствуют вот тем нормам закону или это политическая просто борьба? Они втянули его в процедуры. Опять же, как сейчас юристы пользуются. В Украине параллельно процессы происходят. Вас, допустим, не могут ваши враги засадить в тюрьму. Но они вас могут втянуть в процедуры. То есть, условно говоря, возбудить дела, дотянуть их через ручные в какой-то степени прокуроров. Они способствуют этому. Они не любят Трампа природно. Они там являются, возможно, демократами. А еще и судьи, их личное отношение. И они оттянут в процедуры. В траты. Потому что процедуры в Соединенных Штатах Америки – это оружие, чтобы человека ввести в траты. И они втягивают в траты Трампа. Они пытаются его разорить. Вот что они пытаются сделать. Готов ли он к этому? Ну, сопротивляется, бьется. Тратит бешеные деньги на адвокатов. Другой бы уже плюнул. Но они его тогда вообще раздают. И он защищается законом. Если у него получится. Сейчас посмотрим. Я же не могу оценивать, действительно ли он покупал проституток. Может, и покупал. А может, и не покупал. Я не знаю. Там какие-то доказательства должны быть. Но у них что? У них скорый суд. Вот у нас суды часто тянутся по 5-10 лет безрезультатно. А вот у них суд все-таки с Трампом достаточно сложный. Вот он 3 месяца и все. И все закончится. На чей вы стороне в этой битве? На стороне Трампа или на стороне тех, кто втянул его в эти процедуры? Ну, слушайте, я сам в процедурах в Украине нахожусь. Три уголовных дела. И я же почему? Я говорю, ну, очень похоже, как государство может раздеть любого предпринимателя. Даже прокурор Пискун как-то сказал в передаче. Да обратились бы к нам, к прокурорам. Мы прекрасно знаем, как разорять бизнесменов. Они действительно знают, как разорять бизнесменов. И сегодня я... Мне не нравится то, что делают с Трампом. Но мне и сама фигура Трампа не очень нравится. Мне кажется, что период шоуменов в политике, оно проходит. Трамп шоумен. Он из шоу-бизнеса пришел. Он разбогатевший торговец недвижимостью своим лицом, но он из шоу-бизнеса, потому что он все время сидел в телевизоре. От этого его популярность. У нас та же самая ситуация. Социальные сети, кино позволяют шоу-бизнесу баллотироваться на выборах. У нас вот Зеленский шоу-бизнес, у них Трамп шоу-бизнес. Я думаю, заканчивается период вот этой неразберихи, хаоса, когда могут позволить себе в политику идти люди, которые к политике не имели никакого отношения до того, как они пошли. Геннадий, а скажите тогда, кто должен идти в политику? Вот вы говорите, что Трамп шоу-бизнес, но он прежде всего бизнесмен, он всю жизнь в бизнесе, он понимает, как работает экономика, он понимает, что должно предпринимать государство, чтобы было легко вести бизнес. Ну и плюс он был 4 года президентом, и при его правлении как раз-таки Америка не испытывала никакого кризиса, но мы не будем сейчас считать пандемию, которая повлияла по-своему. Но авраамские соглашения, то есть он наводил порядок на Востоке, он накладывал санкции на Северный поток-2, он хотел выйти из ВОЗ, вот этой бесполезной организации, все-таки налоги он начал понижать, да, с 39 до 37, по-моему, изначально. То есть он все-таки что-то делал, а Зеленского сравнить с ним, вот глядя на то, что делает Зеленский, ну уж совсем сложно. Ну мы... Дело в том, что они делают одну вещь, одинаково. Трамп разваливает республиканскую партию вовсю, то есть, условно говоря, половина эстеблишмента Америки, он дестабилизировал, потому что в самом трампистском республиканской партии она перестала быть партией, ну где коллективно принимается решение. Она стала... Они стали трампистами. Вот их так и называют. Там группа «Мага» более яркие трамписты, а там другая группа республикан, менее. И в результате у него начинаются политические ошибки. Опасность таких шоуменов, что они зацикленные на себе и хотят быть все время победителями. Это такие золотой помидор, как Байер, который принимает решение. Вот как он говорит. Я порешаю вопрос по Украине очень быстро. Я сделку заключу. То есть я сделаю предложение, от которого он не сможет отказаться. На самом деле опасная тенденция. Мы не знаем, как он бы решал этот вопрос. Может быть, это бы разразилась бы ядерная война. То есть здравые умы в Америке опасаются уже Трампа вот в этом плане его необузданности. Нужны политики, которые понимают более сложный процесс. Я же ведь... Мы начали, когда говорить об этом, я вам сказал, что... Я задался вопросом, почему демократов и Байдена поддерживают более образованный класс. А Трамп опирается на менее образованную группу людей, так называемых реднеков. Ну так это же и есть те люди, для кого и нужно устраивать благоприятность. Потому что образованный класс – это те, кто сидят на грантах, на подачках государства. Конечно, они будут поддерживать Байдена и демократа. С одной стороны, кажется, это очевидно, то, что вы говорите. Но с другой стороны, я смотрю, ну Америка явно отличается от всех остальных стран. Ну уровнем жизни, да? И явно она динамично развивается. Еще недавно их ВВП был 55 тысяч долларов на душ население. Сегодня уже 65. Я явно вижу, я глазами здесь вижу, как Америка вся строится. Во всяком случае, тот штат, в котором я нахожусь. Благоприятный штат. Да, и я понимаю, что то, что происходят трудности в Америке, они не совсем американские трудности. Это мировые трудности, как раз связанные с дорогими деньгами. Американский банк, американская система управления мировыми финансами, их министерство финансов, которые управляют баснословными суммами денег в долларах, они не пускают деньги на рынок. И от этого они как бы ждут. Вот всем сделали дорогие деньги и сидят и ждут, кто первый за кукарекой. Тот и пропал. И я вас уверяю, первыми за кукарекают самые дальние страны. Первыми будут сдаваться и потом уже европейцы, и все. И вот так вот мир будет захлестывать неудобства жизни. У них будет еще хуже, чем в Америке. И тогда американцы вот откроют эту дешевые деньги для всего мира. И скупят то, что будет уже стоить дешево. В какой-то степени сегодня вот и связанное с войной, то, что они делают с войной в Украине, они на самом деле, если мы посмотрим так, для американцев, два славянских народа на высшем поле Советского Союза устроили бойню, убивая друг друга, обескровливая, лишая себя рынков сбыта, вообще лишая себя экономики. Это глазами американцев? Конечно, разоряется и Россия, а это их задача, чтобы они разорились, и не пускать их на газовые рынки. А самое главное, заставить их меняться. Потому что их не устраивает самое главное. И главная цель, это чтобы не было диктатур. Диктатура непозволительно высокотехнологичному обществу. Это опасно, когда диктатор захватывает власть в стране, а тем более обладающий большим потенциалом ядерного оружия и возможностью развязать против кого-то войну. Вот даже некоторые оценивают. Ну смотрите, как хорошо, диктаторы быстро принимают решения. Но диктатор может быстро ошибиться. Он-то быстро принял решение, но он ошибся. А демократические страны долго принимают решения. Европа пока пересоветуется, куча времени проходит. Потом Америка пока обсудит. По полгода решают, выдавать деньги, не выдавать деньги. И это выдают как слабость. Но на самом деле в этом сила. Потому что высокотехнологичным обществом нельзя управлять в одиночку. Вот склонность Трампа управлять чуть ли не в одиночку. Склонность Зеленского управлять в одиночку высокотехнологичной стороной. Но мы на своей шкуре видим, к чему это приводит. Эффективные решения, эффективных пяти менеджеров администрации президента. Они буквально разоряют страну своими быстрыми решениями. Они не советуются ни с кем. Геннадий, но что касается Трампа, то как раз таки при Трампе ничего того не было, что есть сейчас при Байдене, который в одиночку управляет Америкой, накладывает санкции на добычу газа и нефти внутри Америки, поднимается цена на энергоресурсы и Россия торгует. Россия воюет против Украины сейчас, по сути, благодаря санкциям, которые Байден накладывает на внутреннюю добычу энергоресурсов. И это делает один человек, Байден, при поддержке демократической партии. Ничего Байден в одиночку не может делать. Есть Конгресс, санкциями распоряжается Конгресс, есть куча министров. Более того, есть 30% власти на сегодняшний день принадлежит республиканцам. У них так устроена система. 30% всех контролирующих органов, всей власти, переходят оппозиции. У них достаточно рычагов контроля, чтобы это не происходило. Идет борьба, а мы не знаем, какая задача стоит. Вот смотрите, если мы будем оценивать на мировой арене заслуги Байдена, если будем ему отдавать предпочтение, чего добился Байден за время своего управления, всего за 4 года. Две страны НАТО появилось. Разоренная Россия. Россия изгнана с газового рынка. Россия сидит под 14 санкциями. И Америка богатеет. Так что у него все хорошо, если вот это сравнивать. При Трампе, ну да, не было горячего конфликта. Но и страны НАТО не собирались вступать, и он чуть не развалил НАТО своими заявлениями. Геннадий, ну что касается, что касается Россия ушла с газового рынка, Россия с него не ушла. Наоборот, она торгует вполне себе успешно и нефтью, и газом. С Европой? С Европой, да и Америка кое-что покупает. Это настолько мизерные объемы уже. Посмотрите, есть же основная компания, у них это Газпром. Она вообще вышла из рынка, она разорилась. У них акция Газпрома стоила там за 400 долларов, а сейчас там какие-то копейки стоят. Нет такой компании больше. Вот что привел Путин. Просто мы не видим еще результатов, чем это закончится. Нельзя рассматривать короткий период наложения санкций. Они накладываются там последние 10 лет. А в перспективе, смотрите, и перспективу мы можем смотреть на предыдущих кризисов. Когда Советский Союз начали выдавливать газового рынка и начали облагать санкциями, казалось, вначале ничего не происходит. Все нормально. Только потом разгорелась зачем-то война в Афганистане. Потом позорно вышли из Афганистана. А самое главное, начали умирать вожди. Не в том плане, что они их убивали, а в том плане, что тот, кто пришел помоложе, понял, что надо менять политику государства. Результатом было развал Советского Союза. Вот какой был результат. Главная же тенденция, мы не можем рассматривать, как вот живут страны за 10 лет, за 15, да даже за 20 лет. Но когда мы посмотрим тенденцию, чем начинался развал Советского Союза и Холодной войны, он начинался тем, что Советский Союз контролирует аж ГДР. Страны Варшавского договора, это и Польша, все входит в сферу влияния Советского Союза. Потом приходит Горбачев из-за ослабленных санкций. Разваливается Варшавский договор, лушится стена. Страны НАТО приближаются к границам России. В плане Польши уже страна НАТО и все остальные восточные страны. И дальше идет. Путин думал, ну сейчас я под влиянием Украину оставлю. Он уже тянет только четверть Украины. Он уже не претендует на всю Украину. Он уже не претендует на нее влиять. Он претендует только на одно, чтобы она стала нейтральной. Чтобы на ней оружие не располагали. Поэтому процесс просто еще не закончен. Геннадий, а скажите, какие гарантии может давать НАТО? Насколько я понимаю, сейчас страны НАТО не чувствуют своей уверенности и защиты, начинают усиливаться самостоятельно. Потому что там да и пятая статья статута НАТО, гарантий, и обязательств никаких на другие страны не налагают. То есть, по сути, помощь может быть такая же, как вот нам сейчас помогают. На добровольных засадах, как говорится. Мы должны говорить скорее о превосходстве НАТО. То есть, насколько они превосходят Россию, чтобы дать ей отпор. Так это превосходство в 5-10 раз больше. Как это видно? Ну, потому что у них, они же нам не дают оружие 5-6 поколения. Они нам даже F-16 дадут, и то не самые новые. А новые самолеты, там, F-35 или еще какие-то там суперсамолеты, они же нам не дадут. Они нам не дают оружие, которое могло бы сломить. Более того, ограничения накладывают, чтобы мы не пользовались. Там их Таурусами не стреляли по территории России. Почему? Потому что они понимают, что лучше вот такой тлеющий конфликт на территории Украины, чем его разгорание. Они совершенно не собираются демонстрировать свою силу. Они будут все время говорить о миротворчестве. Но параллельно политики, которые зависят, они же что хотят? Больше оружия производить, торговать оружием. И на самом деле ВПК много вопросов решает. А конфликт в Украине позволяет политикам на этом фоне призывать свои парламенты больше денег выделять на НАТО, на военщину, на выпуск новой продукции, больше снарядов. Они будут панически все время кричать, ой, нам не хватает того, нам не хватает того, больше снарядов, больше оружия. Все начали внезапно перевооружаться. Если еще при Трампе говорили о том, что нам как-то не хочется 2,5% платить в НАТО, многовато, многие их долги не хотят платить и так далее. Трамп угрожал им. При Байдене платят все. И еще 2 новые богатые страны появились. Тоже платят. Но, кстати, платить их призывал как раз-таки Трамп, и они его критиковали. Но платить они начали при Байдене, когда в Украине началось полномасштабное вторжение, и им уже просто попу подогрело, и они решили все-таки платить. Но они же не так рассуждают. Они рассуждают, что у них, у НАТО, это, во-первых, оборонительный блок, а, во-вторых, НАТО должно иметь такое преимущество над потенциальным врагом, которым сейчас они считают Россию, Китай, что ни в какое сравнение не должно идти. Вот просто ни в какое. Плюс у них такой союзник, как Соединенные Штаты Америки, у которых в нормативной базе записано, что у них на складах должно оружие быть в три раза больше, допустим, чем у китайцев. Вот в три раза должно быть больше. И они ради этого будут раздувать ВПК, устраивать войны, чтобы ВПК жил. Сейчас оживает ВПК. Чтобы корпорации жили, да? Чтобы корпорации, фактически, ВПК заинтересованы в войне в Украине. Это я не понимаю, почему украинские президенты не понимают, что его использовали как полезного идиота, потому что его риторика позволила Путину развязать войну. Путина использовали для созидательной работы ВПК на двух континентах. Вы ведь, когда люди начинают говорить, у того и это есть, у того и этого, я говорю, не надо это сравнивать. Вы посмотрите бюджет НАТО. И все. А бюджет НАТО триллион. Ну, вы будете с российским бюджетом сравнивать, а у них было до войны 65 миллиардов. Я говорю, ну вы будете триллион сравнивать с 65 миллиардов. Ну, даже если они очень плохо работают, ну триллион есть триллион. Даже если они очень дорого все закупают, ну триллион есть триллион. Тут уж никак не повернешь. И поэтому надо рассматривать только с одной стороны. Они хотят, чтобы все было мирно. Они хотят тратить деньги или заставить своих налогоплательщиков заплатить ВПК, чтобы те выпустили больше оружия. Это вот и есть демократия. Ну, получается тогда, что Байден и демократы замешаны в том, чтобы подпитывать эти корпорации, тянуть войну в Украине. Причем Украина однозначно потеряет часть своих территорий при такой войне. Украина уже теряет сотни тысяч своего населения. А Байден удовлетворяет военные корпорации. Так получается? Получается так. И более того, получается так, что мы же говорим о тенденции передвижения границы между Россией и свободным миром. Вот тенденция-то какая. Сегодня уже за Днепр Путин даже не думает идти. Он Харьков атакует, он там стреляет по Одессе. Но за Днепр уже граница прорисовалась по линии Суровикина. Уже борьба идет за то, чтобы Украина признала захваченные земли. Поэтому они разрушаются. Города разрушаются. Я в очень большой опаске, что он примет решение разрушать Харьков. Потому что на самом деле ему не нужно население на этой территории. Ему вообще не надо населения. У него сырьевая экономика, нахрен ему это население. Это куча проблем с ним. Туда полицейских надо посылать. А если он все разрушит, оставит эти территории себе, он их будет восстанавливать и зарабатывать бабки. И населит их новыми русскими. С русскими паспортами. Геннадий, а скажите, откуда пошла мысль, если мы откинем телевизор и заявление каких-то пропагандистов, что мы всю Украину заберем, дойдем. Откуда пошла мысль, что Путину нужна вся Украина? Ведь, как вы сказали, Россия ресурсная страна. Донецкая Днепровская падина, на верхний правый угол Украины, Сумская, Харьковская, Донецкая. Его вполне устроят. Я считаю, что у него не было цели, в принципе, захватывать всю Украину. Может быть, это так озвучивалось, но он вполне себе понимает, что зачем ему это, если ему нужны ресурсы. Крым и Донецкая Днепровская падина. Модель существования империи в том, что империя всегда поджигает территории вокруг себя, устраивает войны, маленькие войны. На самом деле Россия всегда воюет. То у них в одном месте, то в другом, но как бы разрушая, у них такое понятие, еще с Орды осталось, когда они говорят, либо эта территория дружественная нам, либо разрушена. Вот что сейчас осуществляет Путин, он монголо-татарскую методу разрушить города между Западом, чтобы не добрались до него хорошо вооруженные крестоносцы. А с этой стороны его стада, чтобы паслись спокойно, и он собирал взду с территории. Но какую-то территорию надо сжечь. Это даже в наших сказках указано. Чем занимается Змей Горныч, не Змей Горныч, а этот Качей Бессмертный, который над златом чахнет Путин? Тем, что он сжигает села, деревни, поля вокруг своей империи. Чтобы империя жила, ему нужно сжигать территории. И на сегодняшний день Украина превратилась в страну, которая заявляла через Конституцию, что она в НАТО, что она в Форпост, что она вооружается. То есть логично они подумали, так она враждебна. Тогда давайте мы возьмем поезд безопасности под Днепр, закрепимся там, разрушим города и поселки. И медленно перешли эту черту, и они действительно начали истирать города с лица земли. Авдеевки нет. Скоро не будет часового яра. Волчанск они уже тоже разрушили. И причем они сознательно и показательно разрушают их. Чтобы потом отстраивать. И когда вы зададите себе вопрос, а отдадут они разрушенные города? Не отдадут. Чтобы там международное следствие было. Нам не надо. Мы лучше покажем там счастливую жизнь, и как мы восстанавливаем. Как в Мариуполе. Они про Мариуполь целые фильмы снимают. Восстанавливают все это, делают, праздники устраивают, чтобы были счастливы Мариупольцы. Но до этого они же его разрушили. Но уже не отдадут никогда. Хорошо, Геннадий. Вот ты сказали, что американцы не любят диктатур. Но как раз таки получается, что сейчас нынешняя администрация Белого дома, она наблюдает, как эта диктатура все-таки усиливается. Даже часть территорий Украины, это усилится, это не ослабится. У них работает в России военно-промышленный комплекс, создаются рабочие места. И то, что я слышу от россиян, у них далеко все не так плохо. У них уменьшается желающих идти воевать. Но экономически у них далеко сейчас не все так плохо. Даже хуже было до полномасштабного. Это россияне рассказывают, их пропаганда рассказывает. Все очень плохо. Все на самом деле очень плохо. Когда вас отрезали от финансов мира, то по большому счету вы не можете внедрять высокие технологии, вы не можете выпускать товары с высокой добавленной стоимостью. Все очень плохо. Отношение к русским в мире очень плохое. Они опасаются их. У них всего там два шлюза есть, как они могут через порты летать. У них арестован весь воздушный флот. Все находится под санкциями, все находится в стадии медленного разрушения. А то, что они заявляют о том, что они там что-то... ВВП, они говорят, у нас выросли. Больше, чем в Германии. Только немцы выпускают высокотехнологичную продукцию, которую они продают, а русские выпускают невысокотехнологичное оружие, которое ложат в склад или выстреливают. Как вы думаете, это экономика или что это? Ну, у них в основном за счет продажи энергоресурсов что-то там поднимается. А какая у них экономика была? Они вообще ничего никогда нужного не производили для мира. Так в этом-то и проблема диктатур. Что диктатор не может придумать в одиночку, а что, собственно, производить. У него есть, его, так сказать, верные люди, которых он назначает периодически на ту отрасль прорывную или на ту. Мы помним, чем закончилась поход, кого-то я не помню уже. Силиконовую долину они у себя строили. Они умудрились телефончик с двумя экранчиками выпустить. Потратили туда миллиарды долларов. Такие экономики часто работают... Как бы ВВП вроде у них растет. Вот Крымский мост они построили. Но он же строил миллиарды, правильно? Хороший мост? Хороший мост. А зачем? Экономического смысла строить этот мост никакого не было. Это было чисто политическое решение. Вот построим мост. Потому что этот мост в никуда. То есть это мост туда, куда не ходят поезда. Куда не плавают и не летают самолеты. Поэтому их экономика, она сейчас, вот как советский период, вроде экономика была. И вот я из Днепра, вы из Харькова. Это два мощных города, которые сидели на ВПК. Военно-промышленный комбинат. Но мы помним то время, когда этот ВПК рухнул, потому что заказы от государства перестали поступать. И этот ВПК начал пытаться выпускать кастрюли. Например, ЮНЗ пыталась выпускать. Трактора пыталась выпускать. И все это завалилось. Что это все не работает. Такая экономика в современном мире не работает. Но диктаторы за счет сильной власти, они могут себя поддерживать. Пока поддерживают. Но со временем это все рухнет. Просто американцы будут ждать, когда Путин сдохнет. В принципе, он все равно сдохнет. У них сменятся президенты. Он может еще 10 лет прости, но все равно сдохнет. Все равно вот это будет переворот. И чем дольше они будут сидеть, тем быстрее они будут умирать. Как и сидели кремлевские вожди. Они досиделись до того, что они по очереди начали просто умирать. Три трупа перед Горбачевым. Конечно, это уже не способна систему. Геннадий, скажите, предстоящие выборы осенью в Америке. Трамп будет баллотироваться, Байден будет баллотироваться. Кто, вы думаете, победит? У кого есть шансы? Возможно, кто-то еще будет баллотироваться. Кто и пока не представлен. Два показателя, которые для меня сейчас являются ориентиром. Первый показатель. Это что пока идет война, и у Байдена остается возможность закончить войну на высокой ноте. Ну, то есть спасти мир, как крепкий орешек от ядерного взрыва. И что исторически, пока идет война и угроза ядерной миру, американцы не меняют президента. То есть они переизберут, скорее всего, Байдена на следующий срок, потому что у него больше возможностей для пиара. Это первый пункт. И второй пункт – это избирательные штабы, избирательные деньги. Потому что в Америке замечена тенденция, кто, какая партия больше насобирала бюджет на выборы, а он где-то 500 миллиардов стоит, тот и выигрывает. И на сегодняшний день те сообщения, которые идут, что у Трампа большие проблемы со сбором этого мешка денег на выборы. Где-то в 2-3 раза отстают республиканцы от демократов. И это тоже сигнализирует о том, что, скорее всего, Байден останется в Белом Дону. Хорошо. Скажите, насколько я знаю, американцы, они достаточно изоляционисты такие, им важно, что у них дома, и все равно, что в мире. В связи с этим им может быть абсолютно плевать, что там в Украине, что там в Израиле, и они смотрят на свои высокие налоги, на сумасшедшую миграцию, которую отрицать невозможно. И это тоже в демократических штатах создает большие проблемы. Не кажется ли вам, что для них немного важнее то, что происходит в Америке, нежели то, что происходит во внешнем мире? Так о любой стране важнее, что и у вас, наверное, да? Ну да. Своя зубная боль важнее вашего свидетельства о смерти. Вы сейчас примерно этот тезис сказали. Для американцев своя зубная боль, на заправке висит цена на бензин, важнее свидетельства о смерти целой страны. Так что... Да, я потому и говорю, что для них сейчас внутренняя. Украина – это жертва. И осознание того, что нынешняя власть привела к тому, что Украина превратилась в жертву, то есть сидя на поводу. Я вот в последнее время выступаю все время с одним тезисом. Надо перестать быть жертвой и иметь собственный план. Как раз он связан с темой нашей передачи. Собственный план – это нейтралитет Украины и финансовый рай для граждан Украины. Вот это то, что и может быть собственным планом. Тем более Зеленский будет лететь в эту Швейцарию, которая своим примером показала, находясь среди диких империй, на границе с Гитлером, сохраняя нейтралитет, они сделали процветающую страну для хранения денег. Хорошая у нас территория для хранения денег. Почему нет? Тогда вот в связи с этим финансовым райом есть такой вопрос еще от моих зрителей. В нашем обществе есть большая прослойка молодого продуктивного класса предпринимателей, которые уже работают в схематозах с государством и их это устраивает. И идеи либертариатства им чужды. Как их переубедить? Вот ответьте зрителям этот вопрос. Мы видим, что у нас побеждают государства или государственники. То есть все молодые люди, но это присущие молодцы, они видят кратчайший путь к обогащению. На сегодняшний день само государство это кратчайший путь к обогащению. Ну в какой стране вы можете пойти работать следователем или прокурором и за пару лет заработать дом? Только в Украине. Поэтому их не надо и перебеждать. Они уже испорченные подонки, которые идут в государство осознанно обборовывать своих сограждан. В данной ситуации можно апеллировать к элитам. Элитам, у которых уже есть деньги, им уже не надо их молодому лейтенанту заработать, грабя предпринимателя. А эти элиты должны каким-то образом повлиять. К сожалению, у нас элиты тоже схематозны. Такие, как Трамп в Америке. Такие, как Трамп в Америке. Ну смотрите, даже вот обращаясь к Ермаку, вот Андрей Ермак, наверное, сказочно богатый человек. Все офшоры упакованы. Все деньги поступают. Деньги не интересуют уже. Так же. Его может заинтересовать собственная безопасность. А его собственная безопасность, и его президенты, и их клана, в том, что они должны прекратить, чтобы государство было дойной коровой для подонков. Потому что получается, что само государство превращает половину населения в подонков, которые соучаствуют. Я их даже когда-то называл гусекрады, или казнокрады, гусекрады. А, то казнокрады и гусекрады. Вот у нас весь предпринимательский класс пошел туда. Они сотрудничают усиленно с государством, пользуют плохую судебную систему, подкупая судей, пользуют государственные потоки. Но само государство настолько большое, что оно позволяет им это делать. Единственным способом здесь для сохранения государства арифметически принимать решения, вот половина министерств и половина чиновников не должно быть. И половины прокуроров, и половины ментов, и половины лагеряков. Вот буквально надо принимать такое решение парламентом, правительством. Мы должны арифметически сократить их. Чтобы не было возможности у СБУ заниматься экономикой, грабить предпринимателя. У прокуратуры заниматься экономикой, грабить предпринимателя. У ментов заниматься экономикой, грабить предпринимателя. Сейчас Смирнова, да, там судят за незаконное обогащение. Но он, так сказать, пять лет сидел на этой схеме. И мы смотрим, имущество из чего состоит. Из квартиры во Львове подарили практически. Паркомест в Киеве четырех. А паркомест это идеальная взятка в 100 тысяч долларов. То есть переоформляют на вас паркомест, и все, взятка дана. Кто дает взятки? Застройщики. Больше некому. Так что само государство на сегодняшний день провоцирует все взятки в стране. Ну вот смотрите, вы назвали Ермака. Ермака, который не человек бизнеса, не капиталист, который нажил свое добро, ну по сути воровством, сидя при государстве. У него не может в принципе возникнуть желание строить капиталистическую Украину, сокращать госаппарат, потому что он обеднеет, он не может жить в капиталистической стране. Он живет только за счет того, что это государство именно вот такое коррумпированное. Плюс политики приходят на какой-то срок, каденцию. Им абсолютно может быть плевать на то, что будет после них. Им важно, вот я сейчас пришел, я сейчас карманы свои набил и пошел. Поэтому есть ли вообще шансы, что со стороны вообще политиков будут какие-то здоровые подвижки? А если брать бизнес, то бизнес, который в Украине может успешно процветать, он должен быть подмазан, а иначе тебя будут давить, если ты большой бизнес. Вот уровня Трампа, давайте скажем так, новой почты от владелец. Вот если он начнет лезть сейчас в политику, то я думаю, ему очень начнут усложнять дела с его бизнесом. Поэтому бизнес парализован большой, а у политиков этого желания не может возникнуть. Это неестественно для них. Какой тогда выход для Украины? Политики – это люди, которые ориентируются на электорат. То есть все равно голоса нужны. Если мы предполагаем, что у нас все равно голосуют, то политики, в принципе, приводя партии, они же должны быть с идеями. На сегодняшний день политические партии, которые приходят, по большому счету идей никаких не имеют. Они за все хорошее, против всего плохого. Сегодня мы либертарианские слуги народа, а завтра мы практически коммунисты уже, а послезавтра военные вообще. Нам вообще все равно, нам лишь бы получить голоса. Но это же вопрос зрелости общества. Общество не зрело. Откуда же вы возьмете политиков на таком обществе? То есть все равно мы исходим из того, что движение должно пойти из общества. Вот именно общество Милея выбрало, да? Не Милей создал это общество. И сегодня вот я не знаю, насколько правдива новость, что оппозиционный кандидат в мэры в мексиканском штате был просто застрелен. И есть видео. И вот хотела бы вам задать вопрос. Когда население страны настолько невежественно, как мексиканское в своем большинстве, когда нет местного самоуправления, и нарисовывается какой-то политик, и говорит, я вот тут либертарианство построю, есть ли шанс у такого политика даже просто выжить? Украину, кстати, я тоже к такому государству причисляю, что если сейчас политик такой начнет набирать обороты, его постигнет та же участь, что этого оппозиционного мэра в Мексике. Нужно поставить себе вопрос, а на каком этапе аргентинское общество выбрало либертарианцев? То есть почему, собственно говоря? И я посмотрел, валовый внутренний продукт Аргентины 12 тысяч долларов на душу населения. У Украины 3 тысячи долларов на душу. Сейчас там 4 тысячи долларов. Видите, да? То есть серьезные перемены начинают тогда, когда люди начинают осознавать себя. То есть когда они хотя бы чуть-чуть разбогатеют. Перемены могут в Украине очень быстро начаться, если население начнет богатеть. Вот если начнет богатеть, начнется нестабильность в обществе, потому что они захочут больше свободы. Люди, которые богатеют, они хотят больше свободы. И по большому счету нам надо ждать того периода, когда люди смогут богатеть. Когда они смогут богатеть? Когда деньги в Украину пойдут? Вот и мы и все. Кто должен сделать эти реформы, чтобы в Украину пошли деньги, если мы понимаем, что нашим государственникам это в принципе невыгодно? Они живут за счет внешних вливаний. Сейчас, да. Когда эти внешние вливания закончатся? Как в эксперименте с крысами. Вот если вы сыр уберете, то никто плавать за сыром не будет. И начнется революция в крысином обществе. Вот как только не дадут денег на пенсионеров, на оплаты, начнется что-то надо будет делать для общества. Это вынуждено. Чтобы, ну, хотя бы его не кормить. Хотя бы как-то спастись государству. А вот что начал делать Советский Союз? Запретили Компартию? 18 миллионов членов партии было. Запретили ее вовсе. Сколько чиновников? Просто ушли на улицу. Просто освободили помещение. То есть все равно падающее государство придет к выводу, что людям надо дать свободу. Хотя бы на какой-то исторический период. Как-то назвать ее там перестройка, возрождение, путь к финансовому раю, неважно. Но придется давать свободу людям, чтобы они почувствовали вкус к бизнесу, а не к государству. И опять же мы приходим к тому, что их сама система заставит сокращать государство. Вот Милей, он же обратился к интересной публике, которая за него проголосовала, которая сидела на государственных подачках. Вот аргентинское общество 100 лет, они сидят на государственных подачках. То есть государство все забирает, а потом раздает им помощи всякие, социально незащищенным. Тоже бесплатное жилье, что-нибудь дадим, пособия. А Милей говорит, посмотрите, вы нищие. Почему вы нищие? Государство дает вам подачки. Если государство перестанет давать вам подачки, мы сократим половину министерств, то вы будете свободными. И они за него проголосовали. То есть он обратился к людям, которые не должны были голосовать за либертарианцев. Они же за государственную помощь. А они поняли. Это же общество осознало себя, а они поняли, почему важно продолжать сеять идеи либертарианства, идеи финансового рая, освобождение народа от государства. Потому что оно через какое-то время даст какого-то политика, даст какую-то партию. Это не я буду возможен, это будет следующее поколение. Это может быть тот человек, которому сейчас 20 лет или 15 лет. Но идеи среди населения, что это чудо возможно, мы должны сеять. Хорошо. Геннадий, такой вот вам вопрос. Тема Ленд-Лиза, который нам подписал Байден, Украина его не получила. И по случайной, наверное, по стечению обстоятельств, наше правительство и все говорящие головы отговаривали нас от Ленд-Лиза, говорили, что нам он не нужен. Зеленский молчал, Ленд-Лиз прогорел. И сейчас, когда новый закон, законопроект зарегистрирован 18 апреля, он рассматривается, чтобы снова дать Ленд-Лиз. Все наши политики молчат. Маркова, Маркарова молчит, посол Украины в США. И более того, подоляк, я провела эксперимент на своей странице в Твиттере, банит через 20 минут, полчаса абсолютно всех, кто пишет слово Ленд-Лиз. То есть украинская власть воюет против Ленд-Лиза. Как вы считаете? Почему? Потому что им жестко сказали, вам деньги дают демократы, Байден добился для вас 61 миллиард, и Байден был не заинтересован давать Ленд-Лизам, он был заинтересован получить деньги из Конгресса на свою избирательную кампанию для компаний, корпораций, которые должны выпускать оружие. На хрена Байдену Ленд-Лиз? Ему нужно было 61 миллиард, он добился этого. Да, он подвесил судьбу Украины, да, долго добивался, но он, как политик, настоял на этом. Более того, эта система развалила республиканскую партию, расколола. Трамп оказался в неправильном положении, как бы против Украины, против выделения 61 миллиарда. И трамписты начали поднимать вот этот вой по поводу, а надо было давать Ленд-Лиз, а Трамп вот подписал Ленд-Лиз, а почему Ленд-Лиз? А зачем Байдену было давать Ленд-Лиз, если ему нужны деньги? Ну, логика же такая, он же действует, как мы говорим, для своего электората, для своей партии, для себя, чтобы стать президентом. Зачем ему Ленд-Лиз давать? Но на первом этапе администрация президента и наш эстаблист начали кричать все и подхватили, пусть дает Ленд-Лиз. Он такой думает, вы через дуба упали, чешу. Я вам тут 60 миллиардов выбиваю, вы меня этим Ленд-Лизом прижимаете. Он мне не нужен. Я не хочу давать вам Ленд-Лиз. Я вам добьюсь, что у вас будет финансирование, чтобы поднимать ВПК. Чтобы ВПК дал на избирательную компанию денежку. У меня выбор. Но в итоге, в итоге Украина не получила того, что нужно, если сравнивать с Ленд-Лизом во времена Второй мировой войны, и то, что получает Украина сейчас, это достаточно малая помощь. Украина не может получить все, что она хочет. И не только в силу того, что американцы жадны, или еще какие-то. Они же смотрят. Постсоветское пространство. Это все диктаторские режимы. Вы как ни выбираете, вы все равно ЦК КПСС выбираете. И Путин диктатор, да, это мы знаем. А Зеленский? А Зеленский еще хуже диктатор. С его пятью эффективными котами. То есть на сегодняшний день они видят, с кем они имеют дело. Они диктатору выиграть не дадут. Победы Украины над Россией не будет. Потому что это, вот представьте себе, Украина победила Путина. Да у нас такая диктатура установится, вы с ней не справитесь. Потому что Зеленский тут же станет генералиссимусом. Ему навешивают орденом. Он будет как стареющий Брежнев ходить и чамкать, а все будут писать книги про Малую Землю, как он лично Мариуполь освобождал. Этим людям, американцы, никогда не дадут, они видят, с кем они имеют дело. Они не дадут проиграть Украине. Они будут увеличивать свое влияние. Они, по сути, это взаимоотношение фигурально, можно сказать, Джокера и Бэтмена. Вот Бэтмен в виде Блинкина приезжает, говорит, у вас тут коррупция, вам выборы надо проводить, у вас демократии нет. А Джокер Зеленский сидит на лесу. А что ты сделаешь? Как ты нас переделаешь? А я не отдам власть, а я буду продлять военное положение, а я не соглашусь на мирные переговоры, а я... Дай мне денег, дай мне ППУ. А они же говорят, а у вас демократии нет. Как они дадут? На самом деле проигрывает администрация президента и наша конституция, которая приводит по-любому к выборам диктатора. Потому что по конституции нашей и по законам у президента полномочия, как у императора. Он может назначать, главу СБУ может, его всех замом он назначает, армейское руководство он назначает, всех замов он назначает, указами этого прокурора главного он назначает, всех назначает. То есть вы родили, вы родили своей конституцией диктатора и будете продавать, а мы вам что, еще и оружие дадим? Ага. Не та задача стоит. Но ведь американской политики не поднимают тот вопрос, что в Украине нарушаются сейчас права человека, то, что делается сейчас при Зеленском, ТЦК, как себя ведут. Посмотрите, никто ведь не поднимает этих тем, не говорит на Западе, на этом хорошо популяризирует свою военную кампанию Россия, но Запад как раз таки почему-то молчит. Почему? Они, что говорил Бэтмен, Джокеру и обществу, Готэма, если вы посмотрите этот фильм, он очень показателен в этом плане, он говорит, ну что, я конечно ночью могу навести порядок, поймать преступников, но я же потом отдаю в полицейский участок, а коррумпированный судья и полицейский выпускают преступников. Я их, говорит, ловлю, а он выпускает их, потому что сам Готэм должен навести порядок. И они как бы дают пас обществу, если вы считаете, что у вас диктатура, свергайте, выгоняйте, проводите выборы, а администрация, он говорит, проводите выборы, вы можете проводить выборы, надо заканчивать войну и проводить выборы, и слетит ваш Зеленский, и придет другая власть, возможно, она будет лучше. Но на сегодняшний день они не позволяют себе, как сильная нация и сильная страна, вмешиваться во внутренние дела. А так как идет война с Россией, они не будут делать поступки, которые ослабевают власть Зеленского. Вот обратите внимание, Зеленский полетел в Испанию, а его утрапа встречал король. Для чего это? Чтобы не потерять Зеленского. Зеленский уже не с нами, вы знаете его высказывания по поводу демократичной страны, мы понимаем, что он витает где-то в облаках, он не принимает практически никаких решений, это мы понимаем. Но им не надо, чтобы мир это понимал пока. Пока им надо, чтобы Зеленский выполнил то, что надо Байдену в его избирательной кампании. И он их пока устраивает. Геннадий, ну вот вы говорите, Америка не хочет вмешиваться во внутренние вопросы Украины, но ведь с увольнением Шокина, с просьбой Байдена не расследовать дело Буризма, это же было прямое вмешательство, причем не сильно даже спрятанное, скажем так. Сколько лет назад? Вы же сами ответили на вопрос. Вот они и хотят вмешиваться, потому что этот вонючий вопрос с Шокином висит и преследует Байдена уже 10 лет. Понимаете, в чем дело? Они не хотят мазаться. Они уже давно приняли решение, что надо стимулировать финансами, поддерживать оппозиционные силы, помогать демократическому строительству. Но не могут американцы за нас решать вопросы. А если ваше общество не способно решать вопросы, американцы не прилетят решать ваши вопросы. Сами решать. Достаточно было бы того, чтобы американцы, ну это так сильно общим называем, нынешняя администрация не финансировала наш госаппарат и для того, и потом бы мы тут все решили. Но получается, что наш госаппарат подпитывается нынешней администрацией, усиливает полицейское государство, милитарь государства, диктатура, а общество как-то должно вырулить. Каким образом? Если это все подпитывает нынешняя администрация Байдена. Они, судя по всему, исходят из того, что когда война закончится, вы сможете менять этого Зеленского. Ведь на сегодняшний день он единственная легитимная власть в Украине. Они свернули у себя все бразды правления, и на сегодняшний день Украина служит инструментом ослабления России. Идет война. Да, но давайте тогда так. Как эта война должна закончиться с наличием всех тех исходных данных, которые мы сейчас имеем? Давайте так глазами администрации Байдена. Как эта война должна закончиться? Она должна закончиться до выборов. Должно быть какое-то подписание о прекращении огня. И как только это подписание произойдет, считайте, что война закончена, потому что крупные страны договорились по поводу территории, которая останется, наверное, под оккупацией часть. Потом, возможно, будут создавать вторую Украину. Это уже Россия будет делать. Для того, чтобы было две Украины. Вот это вот то, что будущее. Ну а то, что Зеленский и его команда потеряли больше территорий, чем они могли потерять два года назад, в силу того, что они не так гибки, они занимаются популизмом, бравоадничеством, возможностью ограбить и армию, и общество, и упиваются власти. По сути, все закончится подписанием какого-то большого соглашения, на чем и настаивает Россия. Геннадий, вы говорите две Украины, но те территории, которые оккупирует Россия, это уже исторически, если они остаются под Россией, не будет Украина, потому что это не Советский Союз, где Украина свое название имела, свою государственность имела. Россия стирает украинство с тех территорий, которые она захватывает сейчас. Почему она будет все равно? А если она назовется Восточная Украина? Ну, под большевиками была Харьковская Украина. Нет, чтобы самому Путину и России выйти из-под санкций, ему надо выйти из территории, правильно? Украине он эти территории не отдаст. Значит, он отдаст своему марионеточному государству, который он попытается там создать. Но санкции, вот вы говорите о санкциях, например, республиканцы поднимали вопрос, что санкции не работают. Сами же республиканцы, там три майка, писали это письмо, план действий. И они делали акцент на том, что те санкции, которые есть, они не могут повлиять на Путина, на государство России, чтобы оно как-то притормаживало в этой войне. Да, они есть, но не больше по каким-то олигархам отдельным билям. Санкции не сработали в ожидаемом объеме. Потому и договор такой возникает. Они считали, что они задавят Путина санкциями, но тут удерживается. Экономика сырьевая, он удерживается. Поэтому на сегодняшний день они и разговаривают о том, что раз не получилось все, возьмем часть. В данной ситуации у Путина не получилось взять всю Украину, берет часть. У Байдена не получилось отстоять всю Украину, берет часть. А хотел ли Байден отстаивать всю Украину, исходя из той политики, которую он проводил всю эту войну? Трудно сказать. Их стратегии, возможно, рассматривают деление Украины как необходимость. Ведь мы рассматриваем с точки зрения, нам обидно, что у нас Крым забрали, или Харьков, или Донецкую, Луганскую область. А они рассматривают по-другому, что они не велика ли территория для независимого государства Украины? Она ведь действительно велика. Вот нормальный европейский город, это от столицы 500 километров должно быть. А в Украине до Донецка 800 километров. То есть некоторые части просто вываливаются культурологически. То есть проще усилить Россию, добавить ей территорий, нежели оставить Украину той, которая она есть? Нет, Россию тоже надо разрушать, чтобы было много государств. И в данной ситуации вторая Украина, как раз она укладывается в концепцию создания второй Украины восточной. Да, она будет подвассальна пока Россия. Но времена меняются, потом она не будет подвассальна. Но будет две Украины. Хорошо. Скажите, как вы видите окончание этой войны? Какой бы план вы предложили? Время скорее. Вот я же говорю, что время скорее всего до... Мой план, что у Украины должен быть план. У Зеленского в руках должен быть план Украины. У Зеленского нет плана. Давайте его отодвинем. Это Мария Невская. Мы должны озвучивать это. Я с опаской говорю о нейтральном статусе. Потому что он подразумевает под себя совершенно другую армию, совершенно другое поведение страны, не вступление в НАТО, обязательство на ближайшие 40 лет. И с опаской. Но тем не менее, я считаю, что это самый лучший выход для Украины из войны. Нейтральный статус и финансовый рай. Вот это вот идеально. Даже с оставшейся территорией. Эта территория стремительно будет богатеть в течение ближайших лет. Я вынужден прерываться, потому что у меня вот эфир через 4 минуты. Да, я тогда скажу, что я с вами полностью согласна, если учитывать то, что правительство Украины заинтересовано в этом, и чтобы был финансовый рай и так далее. Если оно не заинтересовано, результат... Государственник не заинтересован. Государственник заинтересован работать на государство, выдаивать его и кичиться, что он патриот. А когда мы говорим о народе, народ должен быть заинтересован в финансовом рае. Соответственно, избирать людей и партии. Должна появляться партия мира, финансового рая, политики молодые должны появляться, которые проповедуют эту идею. А самое главное, когда придут во власть, будут ее осуществлять. Очень сложный процесс для Украины. Конституцию менять надо. Очень много. Хорошо. Геннадий, я вас отпускаю. Спасибо вам большое. Продолжаем параллельно все популяризировать идею либертарианства. И я думаю, до нашей с вами глубокой старости мы все-таки что-то наработаем. Счастливо. До свидания вам. Счастливо. Спасибо. Спасибо.